и селезнев зверобой вот сливы парысти это те что парами растут так их тут называют покажу может в общем большинство вот так вот растут покажу вот такими парами двойные двушечки и вот как их подрезали сейчас покажу где-то на высоте 3 метров срезали вершину обновили и там тоже срезали и ветки пошли вверх а потом стали загибаться и все плоды на этих ветках вот если присмотреться во всех плодах и ветки которые вверх растут их можно подрезать не можно не подрезать и вот там уже тоже начали наклоняться то есть они под собственным весом каждый год они уже наклоняются сильнее но можно так и оставлять единственное я бы делал чуть чуть ниже обрезал и тогда ветки наклонялись бы лучше а так получается что она растет вверх и потом вверху там себе плодоносит а эти длинные ветки вот когда после обрезки они получились вверх потом они начали под под собственным весом наклоняться и уже они не смогут выпрямиться окончательно сейчас обойду со всех сторон покажу с этой стороны груша это не очень конечно приятное соседство для сливы но вот видно где молодые ветки тут плодов много так с этой стороны вот тут пониже получилось ну и ветка короче и сюда тоже пошли питательные вещества вот то сюда наклонилась но это тоже понаклонялась но тут уже меньше плодов он видно лежит вообще ветки на это дерево перешли он сколько там грозди это после обрезки такое почва здесь хорошая можно не удобрять ничего абсолютно не делать единственное бурьян косить приходится ну и молодую поросль тоже желательно уничтожать иначе тут все зарастет и там тоже пол ведра там ведро наверное на этой ветке если не больше арсений селезнил зверобой обрезайте сливы чтобы они не росли вверх такими палками и тогда они будут плодоносить по крайней мере вот такой вот сорт двойной парысти так называемые смотрите обновление пока